Параграф 150. Гипертрофия и гипотрофия столиц Для анализа столиц в политической географии используется понятие гипертрофия и гипотрофия. Гипертрофия обозначает чрезмерно большую долю столицы в пространственной структуре страны. Гипотрофия, наоборот, чрезмерно малую. Данный показатель высчитывается через соотношение численности населения страны к численности населения столицы. Стандартным считается доля 7-14%. Например, разговоры о гипертрофии Москвы преувеличены, так как в Первопрестольной проживает 10% населения России. Сегодня в мире большинство столиц, 64%, гипертрофированы, 20% гипотрофированы и только 15% имеют нормальную пропорцию к общей численности населения страны. Стандартные и гипертрофированные столицы, которые являются важными экономическими и культурными центрами страны, называются макростолицами, а гипотрофированные, выполняющие преимущественно только политические функции, микростолицами. Сверхгипертрофия столиц характерна для островных и полуостровных государств – Япония, Исландия, Южная Корея, географически изолированных стран – Армения, Монголия, бывших империй – Великобритания, Франция, Австрия, Дания. Регулярная гипотрофия – явление в мировой истории относительно новое, характерное в первую очередь для новых столиц – Додома, Нейпи-До. Однако, если раньше со временем микростолицы перерастали в макроцентры – Санкт-Петербург, Анкара, Бразилия – то сегодня некоторые из них принципиально сохраняют свою узкую политическую специализацию. Феномен микростолицы – политического центра страны, уступающего другим городам в экономическом и культурном значении – имеет англосаксонские корни. В Лондоне сложилась специфическая политико-территориальная структура, когда историческая часть города – сити – обладает широкой автономией и управляется гильдиями. Органы государственной власти всегда располагались за пределами исторического центра, вначале сразу за его границами в Тауэре, а потом в соседнем городе Вестминстере. В результате в пространстве Большого Лондона сформировалось два центра – один бизнес-центр в пределах исторического сити, а другой – политический, в Вестминстере. Отсюда берет исток идея о возможности пространственного разделения власти и капитала и узкой специализации столицы на политических функциях, которая была реализована англосаксами почти во всех своих переселенческих колониях – США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР. Так, обсуждая будущую политико-территориальную структуру США, идеального государства, как его замышляли, отцы-основатели обращали внимание на то, что демократический режим не складывается в старых европейских государствах, в том числе из-за слияния власти и капитала. В Америке их было решено разделить пространственно, причем так, чтобы создаваемая микростолица и не могла никогда стать макроцентром. Для будущей столицы территорию выбрали далеко от моря и в окружении южных сельскохозяйственных штатов. Более того, почти во всех американских штатах реализовали тот же принцип. Административные функции передали небольшому и расположенному далеко от промышленных районов населенному пункту, например, Олбани в штате Нью-Йорк, Сакраменто в Калифорнии, Гаррисберг в Пенсильвании, Спрингфилд в Иллинойсе, Талахасси во Флориде, Баттон-Руш в Луизиане и так далее. Вероятно, Вашингтон так бы и остался захудалым центром, если бы не событие гражданской войны. Часть рабовладельческих штатов отказалась примкнуть к конфедерации южан, благодаря чему их называют пограничными штатами – Мэриленд, Делавэр, Западная Виргиния и другие. И столица страны, строившаяся посреди южных штатов, оказалась прямо на линии традиционного противостояниями севера и юга страны. После окончания гражданской войны Вашингтон стал пространственным воплощением национального единства, точкой реинтеграции севера и юга, и благодаря этому начал активнее расти.